Всем щербет дорогие друзья, эх давненько я не делал обзоры на блютуз колоночки и вот появился офигительный повод Это новинка от Harman Kardon, которая называется JBL GO 4 Классная колонка, забегая наперед скажу, но давайте по порядку Под ваш императорский лайк бабахнем вместе с вами на пару самый крутой и подробный обзор на ютюбе Поехали! К сожалению у меня нет сейчас на руках JBL GO 3, чтобы я мог вот так вот их рядом положить и прям показывать какие отличия А отличий довольно много друзья, но я хорошо помню как она выглядит, у меня выписаны все ее характеристики для сравнения Поэтому поехали! Итак, театр начинается с вешалки, колоночка начинается с коробочки Как бы, да кому это в принципе интересно, но вдруг вы за природу, да, и вам вот нравится, что все здесь теперь в эко упаковке Потому что предыдущее поколение было такой полупластик, полуполиэтилен Е-мое, еле выговорил Поэтому все это дело очень долго разлагалось бы в почве, какие-то там сотни тысяч лет А здесь прям вот эко коробочка Видно, что все это из переработанных каких-то материалов сделано Когда берешь ее, крутишь в руках, сразу понимаешь, что, блин, и сколько я воды в пластике покупаю каждый день Ну разве как-то вот это может сыграть какую-то роль Наверное, все-таки может Поэтому это хорошо, друзья И чем же хвастаются производители на коробочке Сразу со старта, что здесь Bluetooth Самой новой модной версии 5.3 Может уже есть более модная, но не суть Go 4 и 7 часов К вот этому всегда осторожно относитесь Потому что это указывается какое-нибудь там время работы на 30% громкости И, как правило, никто так эти колонки не слушает Что интересно, они сейчас стали делать одинаковые коробочки И просто, видите, наклейка с камуфляжной На синей была бы другая наклейка В общем, меняют наклейки Оптимизация Что же дальше? А дальше, когда вы открываете эту коробочку Вы понимаете, что вы берете в руки Одно из самых охрененно выглядящих И тактильно крутых изделий Которые можно купить за эти деньги Да, возможно на рынке куча китайских производителей Которые делают очень классные качественные вещи Тот же Tronsmart T6 Lite Стоит столько же При этом это уже формат полноценной Такой бочкообразной колонки А-ля JBL Flip 5 или 6 Где у вас там два излучателя Три пассивки Подсветка RGB В общем, прям все круто Стоит столько же А тут маленький формат Маленькая колоночка Но ключевой момент Что она очень, очень охренительно сделана Вот когда вы ее берете в руки Вы это все, поверьте Никакое видео, никакие картинки в интернете Не передают ее крутости Как она сделана Ну, в комплектации здесь есть Quick Guide Гарантийка Какие-то там еще Кстати, вот это тоже интересно Почему-то перестали они делать Фирменный оранжевый JBL-овский шнур Он теперь стал скучно черным В общем, куча макулатуры Это нам не очень интересно Продолжим По дизайну Третья GOKA в принципе была похожа Похожа Но есть существенные отличия У третьей была вот эта вот матерчатая часть По всему корпусу центральному Сверху и снизу А боковые части были Такие пластиковые С органами управления И разъемами Здесь же у нас Тут G-образный И вот здесь G-образная вставка Получается раз Идет и с этой стороны А все остальное Оно как будто вязанное Вот серьезно Отличие в том, что Здесь петелька Уже более такая мощная Приплюснутая Получается Там это был просто круглый шнурок Полноценные ножки Ну то есть Вы помните Там были такие ребрышки Которые часто отклеивались Нет Здесь вот все полностью Вот эта вот резина Которая уходит и на бок Индикатор заряда Плюс активация Выключена колонкой Либо включена Это Power Bluetooth Connect И AuraCast Это что-то новое Типа пати-буста Когда вы можете Соединить эти колонки Вместе Ну мы сейчас До этого дойдем Сверху Тоже органы управления И что интересно На Go 3 Они были Пластиковые Здесь они Очень приятные Резиновые Они впиваются вам В пальцы Также Вот эта вот Надпись GBL Хоть она и не Изменилась Дизайнерски Но она имеет По краю Окантовку Из другого цвета Что очень тоже Ярко и круто Смотрится Больше не буду Повторять Что она Классная По материалам Вообще Друзья Выше всяких Похвал Теперь Что же касается Характеристик Итак Давайте Сравним Все-таки С предыдущим Поколением Без этого Ну Совсем Прям Никак 4,2 ватта Мощности Как и в предыдущем Поколении По громкости По Оручности Как она будет играть В принципе Ничего не поменялось Но дальше Больше Друзья Частотный диабазон Здесь Заявлен 90-20 тысяч Герц В то время Как у третьего Поколения Было 110-20 тысяч Герц Конечно 90-110 Ну Возможно Вы Слухом Это и не услышите Но в целом Заявлено Что якобы Вот эта колоночка Будет Поинтереснее Отыгрывать Низкие частоты Насколько Это правда Мне сказать Сложно Как по мне Той Гоу 3 Звучала Довольно Неплохо Для своих Размеров Поэтому Тут Говорить Не буду Но Заявили И заявили Молодцы Блютуз Был На предыдущем Поколении 5.1 Здесь 5.3 И В совместимости С тем Что Аккумулятор Стал На 100 Миллиампер Более Емким В предыдущей Версии Было 750 Миллиампер Часов Здесь 850 Миллиампер Часов Третье Поколение Очень страдало Автономностью Колоночка JBL Go 3 На 100% Громкости Играла Позорный 1.5 И вырубалась Просто В ноль Здесь же Все гораздо Интереснее На 100% Громкости Колоночка Отыграла 2 часа 24 минуты А это На целых 34 минуты Больше Речь идет Повторюсь Про максимальную Громкость Если вы Будете слушать На 50% То там уже Час 10 Где-то А может и Час 20 Она дольше Проиграет А это Довольно Существенно Друзья В целом Давайте Подытожим Частотный Диапазон Расширили Блютуз Стал более Современным Аккумулятор Более Емким Добавили Аурокаст Это значит Что вы можете Подсоединять Любые Новые Колонки С Которые Поддерживают Эту функцию Ну Например Та же Новая Клипка Либо Новые Пати Боксы Вот эти Здоровые JBL Которые Тоже Можно Подключать К GO 4 Что же Касается Главного Что мне Понравилось Друзья Никогда В таких Колонках Такого Формата Не было Поддержки Приложения От JBL Которым Вы можете Обновить ПО Данной Колонки И что Самое Крутое Это Настроить Эквалайзером Звучание Да Да Приложение В целом Очень Простое Кстати Мне сразу Прилетело Обновление Но Вы можете Выбрать Несколько Пресетов И что Самое Интересное Тонкую Подстройку Аж Пятиполосного Эквалайзера Но Здесь Важный Момент Как всегда Бывает У JBL Когда Вы Поднимаете Громкость Выше 50-60% То Колонка Начинает Отыгрывать Те Частоты Которые Ей Проще Отыгрывать То Есть Звук Из Привычного В-образного Из Вот Такого Становится Горькой Низких Частот Меньше Верхних Там Как Получится Уже А Вот Это Средина Орущая Она Вылазит Колонка Начинает Просто Орать Как Рупор Знаете Поэтому Нужно Понимать Что Подстройка Эквалайзера Актуальна Только В том Случае Если Вы Не Слушаете Прям На 100% Потому Что Там Все Равно АЧХ Будет Меняться Как Колонки Проще Кричать Но На 50-60% Действительно Вот Эти 5 Полосок Эквалайзера Настраиваемы И Можно Подстроить Звучание Под Себя И В целом Я Как Сделал Такую Вшечку Немножко Поднял Низких Хотя Они Здесь И так Нормально Отыгрывают Учитывая Повторюсь Размер Колонки И Для Такой Псевдодетальности Еще Поднял Высоких Ну Под Себя Короче Сделал Но Эта Возможность Есть И Раньше Такой Возможности Не Было И Это Очень Круто Поэтому Помимо Дизайна Каких-то Косметических Изменений Связанных Там С Еще Есть И Вернее Аурокаст Еще Есть И Вот Такая Вот Возможность Подключиться Обновиться И Подстроить Эквалайзер Что Прям Мега Круто Друзья Что Что Касается Звучание В целом Бас Довольно Плотный И Глубокий Верхние Частоты Чистые Колонка Небубнящая Неглухая Негункая Какая-то Нет Очень Нравится Как они Ее Настроили Отыгрывается Хорошо Верхние Частоты Опять же Друзья Мы Сейчас Говорим Про Очень Маленькую Колоночку Потому Что Мне Сейчас Начнут Писать Да Что Там Да Сравнить Но Это В данном Размере Она Играет Хорошо Друзья Давайте Сейчас Пойдем И Посмотрим Все Голосу Капец Спасибо за субтитры 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 Спасибо за субтитры